Всем здорова! Я давно очень хотел это сделать, и наконец-то время пришло. В общем, сразу перейдем к делу. Примерно в 2002-2003 году я учился на повара-кондитера в колледже, и там познакомился с одним парнем. Точнее, нет, это было в 2003 году. Вот, тогда вышел фильм «Фредди против Джейсона». И мы с ним познакомились так, что я что-то у него спросил, а ты, типа, смотрел фильм «Фредди против Джейсона»? Он говорит, да. Вот, то есть, мы с ним познакомились так, что я начал этот разговор, ему фильм тоже нравится, как и мне, мы стали его обсуждать. И потом как-то мы стали общаться, и что-то вдруг, мы стали вдруг сочинять разные истории, типа фанфиков. Знаете, вот как фан-рассказы, да? Фанаты придумывают разные рассказы сами. И мы стали сочинять что-то типа фанфиков. То есть, только это все делали, старались сделать рифму, чтобы было как стихотворение. Вот, и со всяким матом, со всякими, короче, пошлостями. Вот, ну не знаю, нас что-то поперло. И мы, значит, сочиняли, 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 где-то полгода, наверное, сочиняли. У нас были тетрадки, куда мы это записывали, потом друг друга читали, ржали, прикалывались. Другим ребятам тоже читали. Ну, где-то так, они делились 50 на 50. 50% это все понимало, им тоже это казалось прикольным, смешным. А 50% нас, наоборот, короче, дураками считали ебанутыми. Вот. Так что, вот, я в описании этого видео написал предупредение, что очень матом многих этих всех выражений всяких таких. Вот, чтобы кто не любит мат, кто категорически плохо к нему относится, вы это не смотрите. Вот. Значит, вот. И, значит, моя тетрадка, самая первая, их было несколько. Но я, честно говоря, не помню, где они лежат, у меня тут много всякого барахла, я потом найду. Но эта самая первая тетрадка, в ней самые первые наши, значит, то есть лично мои эти, моё творчество, короче, мои записи самые первые. А того парня звали Алексей, его записи он сделал на аудиокассету и дал её потом мне послушать. Вот. И она у меня так и осталась. А свои записи я на тетрадке ему зачитывал. То есть вот тетрадка, и он сам её брал, даже сам читал. Вот. Значит, вот такая тетрадочка. Она у меня, ну, с 2003 года. Значит, вот она называется. Хуйня хуёвая, поебень ебаная. Мы как-то сидели, короче, на каком-то, ну, на одной из пар. Вот. И я думаю, блин, как назвать? Чё-то ручкой-то черкаю, черкаю. Думаю, о, назовём хуйня. Ну, потому что там мат, всякие там, вот, мат, всякие бред, короче. Вот. Я поэтому назвал это хуйнёй. Думаю, хуйня. Вот. А Лёха говорит, не, не, лучше, знаешь, как назвать? Лучше назвать хуйня хуёвая. Я говорю, о, точно. Написал хуйня хуёвая. Сидим, короче, дальше. Ну, я написал хуйня хуёвая. Ну, прикольно, да, точно. Ну, это же всё хуйня, это же бред. Вот. И, короче, а парень сидит на первой парте, тоже один из тех, кому это нравилось. Поворачивается и говорит, можно ещё написать поебень. А я говорю, о, точно, поебень, написал поебень. Сидим дальше. И чё-то тоже кто-то, и кто-то, в общем, вот эти все четыре слова разные придумали. То есть я придумал слово хуйня, и так было. Я назвал хуйнёй, Лёха придумал хуйня хуёвая. Лёха придумал слово хуёвая. Тот парень повернулся, не помню, как его звали, но мы с ним почти не общались. Мы просто иногда читали, он ржал тоже, прикалывался. Он придумал слово поебень, а ебаное, я не помню, как это произошло, как это родилось. То есть вот название, хуйня хуёвая, поебень ебаное, короче. Тут написано, Фредди и Джейсон, Эллм Стрит и Кристал Лейк. То есть Эллм Стрит это где Фредди Кругер, а Кристал Лейк это где Джейсон Ворхис. И дальше тут написано, я в те годы был фанатом Линкен Парка, я слушал постоянно. Вот, поэтому у меня вот ник Линкен Симпсон. Ну, Симпсон это от другого, это кое-что у меня личное, я об этом сейчас говорить не буду. Ну, от Линкен это от Линкен Парк. Вот, я так фанател просто конкретно, блин. И вот тут я сочинил такой стишок, ну не стишок, а такую штуку тут написал. Кто не любит Линкен Парк, тот урод или дура, короче. Ну, я бы был вообще фанатом конкретным. Вот, это типа такое, обложка такая. О, это не мы рисовали, это тетрадки. Так, было уже нарисовано. Вот, вот такая вот у нас обложечка. Открываем. Тут Biohazard, это типа Resident Evil. Вот, типа Biohazard, знак биологической угрозы. Это я, кстати, сам учился рисовать его. Вот, потому что Biohazard, это оригинальное название Resident Evil, то есть Resident Evil он называется, то есть Biohazard он называется в Японии. Вот, а в остальных странах Resident Evil. И вот этот звук биологической угрозы я специально учился рисовать, поэтому. Вот. И тут у нас сразу без всякого вступления, вот видите, текст пошел. Самое, вот это самое, то есть, самое первое вот это. То есть, мы потом дальше записывал, все по порядку. То есть, то, что я придумаю, вот, смотрите, видишь, что-то у нас села. Вот. И самое первое, вот, значит, я... Итак, поехали. Начинаю читать, значит. Так. Пошли на Вязов погулять. Ой. Вязов это улица Вязов, ну где Фредди Крюгер. Пошли на Вязов танцевать. Там Крюгер будет зажигать. Не могу, не могу разобрать почерк свой. Я иногда так пишу, что хер чё разберешь. Так. Пошли на Вязов танцевать. Там Крюгер будет зажигать. Пошли на озеро купаться. Там Джейсон будет огай... Не могу. Не, ребят, меня уже прет, короче. Столько лет прошло. Я сейчас читаю, как будто... И вспоминаю, как мы это всё... Как я это всё придумывал. Придумывалось. Вот, вообще так самому даже смешно, блин. В общем, короче. Пошли на Вязов танцевать. Там Крюгер будет зажигать. Пошли на озеро купаться. Там Джейсон будет оголяться. Оголяться. А я пошёл к церквушке старой. Там Джипперс Криперс добрый. Какой-то там какой-то непонятный. Тут стёрлось. Слово стёрлось. Короче. А я пошёл к церквушке старой. Там Джипперс Криперс добрый. Все трупы он пересчитал. На вечеринку опоздал. Зато к концу он так зажёг. Свой старый добрый рок. И тут примечание. Слово проорать басом пять секунд. Короче. Продолжение потом. Сейчас у меня тут мамка пришла. Не хочу, чтобы она слышала этот бред. Короче. Вот. То есть. Когда вот это стихотворение. Ты типа его прочитаешь. Или там поёшь. И вот. В конце свой старый добрый рок. И слово рок ты орёшь пять секунд. Вот. Тут много восклицательных знаков. Так. Я, кстати, вспомнил то, что не всё это я сам один придумывал. Некоторые вещи мы придумали вместе. Вот. Некоторые такие. И вот это, то что сейчас. Вот это мы вместе придумывали. Я помню. То есть. Вот. Первая строчка. Поплыл однажды Джейсон в море. Дальше. Это значит вот. Вот это всё писалось. Я говорил сначала. Вот. А Лёха придумывал. Дальше. И мы решали. Как оставить так. Или по-другому написать. Вот значит. Второе. Поплыл однажды Джейсон в море. На утлой. Утлой. Не знаю. На утлой лодочке своей. Но там случилось сукой горе. Ха-ха. Но там случилось сукой горе. Крюгер навешал пиздюлей. Ха-ха-ха. Акулы все на кровь приплыли. Которая текла из жопы. Верь. Не, ребят. Я не могу. Давайте я сейчас короче. Короче. Сейчас. Короче. Я сейчас это всё прочитаю. Успокоюсь. И тогда уже нормально вам прочитаю. Чтоб не прерываться. А то я не могу уже читать. Ха-ха-ха. Нет. Нет. Поплыл однажды Джейсон в море. На утлой. Ха. На утлой лодочке своей. Но там случилось сукой горе. Крюгер навешал пиздюлей. Акулы все на кровь приплыли. Ха-ха. Которая текла из жопы. Ведь Крюгер руку туда сунул. И до сих пор ещё не вынул. Ха-ха. Не могу. Не, ребят, это финиш. Давайте я потом продолжу, блядь. Ха-ха. 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 Акулы... Блядь, я не могу... Акулы все... Я не могу, блядь, это пиздец, нахуй... Олень в восторге, блядь... Сейчас я дочитаю и тогда... Ой, я не могу уже, блядь... Акулы все на кровь приплыли, которая текла из жопы... Ведь Крюгер руку туда сунул и до сих пор еще не вынул... А когда он ее вынул, то в мозгах себе прикинул... Руку нужно мне помыть, обдрочить и заточить... Джейсон долго упирался... Эм... Хуль ты... Чего... Хуль ты... Хуль ты, Фредди, заебался... Нахера ты ко мне залез... В мою лодку... Нахуй в лес... Я уж плыть, блядь, заебался... Джейсон приглушил мотор... Ах... Я не могу это пиздец... Чего там дальше будет, блядь... Я не могу, нахуй... Я... Я прет, блядь... Короче, я сейчас это все прочитаю, блядь... Чего бы... Чего бы... Чего бы... Чего бы, короче, вы поняли, блядь... Это... Это полный, короче, пиздец... И такой хуйни, блядь... Вся тетрадка, потом там еще где-то одна есть... Плюс еще Лехина кассета, короче, где-то должна быть тоже... Короче, блядь, я не могу... Сейчас нужно успокоиться... Аккуратненько это прочитать... Чтоб я уже мог нормально вам читать уже... Не прерываясь, чтобы как стихотворение... Вот, а то так получается, я прерываюсь кусками какими-то... И вы, блин, ничего не можете понять... Вот, ну, очень, короче... Такая вот хрень... Вот... И на последней странице у нас... Было... Содержание... Вот... Это было содержание... Мы специально придумывали темы, на которые мы будем писать... То есть, например, тут, например... Джейсон и Крюгер в лодке... Потом они там куда-то в лес пойдут... Потом они придут на вечеринку... Там всех перемочат, короче... Потом сами драться начнут... Вот, мы придумали эти всякие темы... И потом мы берем так... Какая следующая тема? Такая-то... И начинаем придумывать уже по этой теме что-то, вот... И не могу у меня живот болеть... Я сейчас так смеялся... Блин, реально... Это такой бред... Это просто пипец нафиг, ребята... Нет... Смотрите, я сейчас немножко отдохну, короче... Вот... И потом уже тогда я... Просто хочу все это почитать... Проржаться уже нормально... Будет проржаться до тех пор, чтобы... Перестало это быть смешным... И потом уже нормально вам все это читать... В общем, такая вот у нас тема... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok